Больная эпоха. Период с 1973 по 1983 год, описывающий тяжелое время для всего автомобильного рынка Северной Америки. В эту эпоху федеральное правительство США выпустило несколько требований, связанных с обязательным снижением уровня загрязнения окружающей среды, повышению топливной экономичности и безопасности автомобилей. Новые законы в целом были успешны, однако они в конечном итоге привели к почти полному исчезновению мощных маслкаров и заметному снижению производительности большинства американских автомобилей. Кроме того, новые тенденции рынка также повлияли на изменение дизайна, ранее придерживающегося понятию «чем больше, тем лучше». На фоне возникшего кризиса на автомобильном рынке США за счет небольших недорогих автомобилей иностранного производства также еще и увеличился импорт. Такие иностранные автопроизводители, как Volkswagen и Toyota, воспользовавшись моментом, в этот период, значительно увеличили свою долю на рынке. Учитывая столь глобальные изменения, отечественным автопроизводителям ради того, чтобы не терпеть убытки, уже ничего больше не оставалось, как играть по новым правилам. В связи с этим, начиная с 1973 года, американские автомобильные компании для составления конкуренции иностранцам стали продвигать свои небольшие автомобили, такие как малолитражный Ford Pinta и компактный Maverick, небольшой Chevrolet Vega и маленький AMC Gremlin, о котором уже, кстати говоря, было рассказано на канале. Однако не все автопроизводители хотели мириться с новым порядком. Chrysler, например, довольствовался лишь импортом малолитражного Dodge Colt, производимым Mitsubishi Motors, и семейного Plymouth Cricket, производимым в Великобритании. Продолжая тем временем выпускать у себя на родине под маркой Chrysler классические полноразмерные модели с объемистыми движками, такие как Universal Town & Country. Вообще, Chrysler для 1974 модельного года представил шестое поколение полноразмерного универсала вместе со своей новой большой линейкой автомобилей, куда входили шестое поколение Newport и флагманский New Yorker. Вряд ли время, выбранное американским автогигантом для запуска таких больших моделей, можно было выбрать хуже. Из-за арабского нефтяного эмбарго конца 1973 года, американцы часами стояли в очередях за бензином. Прежние большие автомобили с огромным расходом топлива становились уже неуместными, поэтому новые модели от Chrysler уже никак не могли составлять конкуренцию малолитражкам, несмотря даже на то, что они были одним из лучших больших автомобилей, которые Chrysler выпустил за многие годы. Новый дизайн Town & Country явно отличался от предыдущих поколений. Он по большому счету повторял пропорции и дизайнерские черты больших автомобилей General Motors начала 70-х годов выпуска. Боковины кузова теперь имели более выраженный изгиб, передние стойки были тонкими, а оконные линии ниже, что в свою очередь обеспечивало значительно большую площадь остекления. Крыша модели была слегка приподнята в задней части кузова над S-образной стойкой. Воздушный дефлектор на задней кромке кузова оставался стандартной деталью, несмотря на то, что он больше не был интегрирован в кузов. Полностью закругленные колесные арки с щитками и имитации деревянного сайдинга на бортах также остались стандартными опциями. Кроме всего прочего, для соответствия новым стандартам безопасности в конструкцию модели 6-го поколения спереди и сзади были еще и добавлены иные энергопоглощающие бампера. Также для значительного повышения безопасности топливный бак был перемещен из левой задней части, где он размещался с 1950-х годов, под пол сразу за задней осью. Освободившееся же пространство в левой задней четверти кузова превратилось в запирающийся отсек для хранения вещей. В остальном 6-е поколение полноразмерного универсала имело много общего с другими автомобилями корпорации, таких марок как Plymouth и Dodge. У них были общими колесная база, приборные панели и большинство внешних элементов кузова. Аналогично модели Chrysler, 5-е поколение Imperial также имело общую платформу со 124-дюймовой колесной базой. Хоть и габаритные размеры нового универсала в целом были едва ли больше, чем у предшествующего поколения, общий вес модели все же увеличился. Дополнительные меры контроля выбросов, функции безопасности и растущие списки устанавливаемого стандартного оборудования делали свое дело. К примеру, трехместный вариант модели весил теперь 2268 кг, а это, между прочим, было примерно на 136 кг больше, чем у предшественника. Стандартная версия модели с кондиционером и типичным набором функций и вовсе весила уже около 2358 кг. В конечном итоге новый девятиместный универсал оказался чересчур дорогим для того времени. На момент выпуска автомобиль стоил чуть больше 8000 долларов США, что при пересчете на сегодняшний день составляет примерно 80000 долларов. В 1975 году изменений у модели было немного. Радиальные шины 15-го размера с более низким сопротивлением качению, предназначенные как для города, так и для сельской местности, стали предлагаться в базе. В этом году автомобиль впервые также был оснащен каталитическим нейтрализатором выхлопной системы, для нормальной работы которого требовался неэтилированный бензин. Под капотом появился дополнительный более экономичный V8 с рабочим объемом 6,6 литра. Новый двигатель в целом стал отличной альтернативой прежнему стандартному 7,2 литровому агрегату. Внешне незначительному обновлению подверглась разве что только приборная панель, рулевая колонка и рулевое колесо. Вообще 1975 год стал годом консолидации линейки Chrysler. Выпуск марки Imperial в этом году был прекращен. С этого момента аббревиатура Imperial стала использоваться лишь для обозначения отдельных моделей, представляющих собой усовершенствованный Chrysler. Уникальная отделка Imperial для Town & Country, например, по образу роскошного New Yorker Broem 1976 года выпуска, включала в себя решетку радиатора с вертикально расположенными прутьями, скрытые фары головного света, удлиненные задние крылья и иную обивку сидений. По сути, для того времени шестое поколение Town & Country было достаточно хорошо оснащенным автомобилем. Проблема модели в основном заключалась в том, что в то время интерес рынка к гигантским роскошным универсалам уже подошел к концу. Поэтому новый полноразмерный универсал от Chrysler элементарно оказался никому не нужен. 1977 год стал последним годом для шестого поколения Chrysler Town & Country в качестве традиционного американского полноразмерного универсала премиум класса. Седьмое поколение Town & Country, выпущенное в 1978 году, являлось уже частью среднеразмерной серии Chrysler LeBaron. Новый универсал стал использовать более меньшую платформу Chrysler M, на которой строились такие модели, как Plymouth Grand Fury, Dodge Diplomat и, соответственно, Chrysler LeBaron. Несмотря на более элегантную отделку внутри и снаружи, существенных различий в шасси и силовой установке с уменьшенной среднеразмерной линейкой Chrysler, в которую входили такие небольшие модели, как Dodge Aspen и идентичный с ним Plymouth Valara, у седьмого поколения было немного, поэтому его уже нельзя было считать полноценным преемником линейки полноразмерных роскошных гигантов, в которую ранее входил Town & Country шестого поколения. Продолжение следует...